Всем привет! Меня зовут Алена, и вы попали на канал про любительское фигурное катание. Давно на самом деле я так не сидела с вами, все влоги, влоги. Сегодня я хочу рассказать вам, как создавалось мое платье для первых соревнований для этого сезона. Также хотела сказать вам, чтобы не забывали подписываться на мой телеграм-канал, где я каждый день с вами на связи и рассказываю о тренировках, какие-то инсайтики. Стараюсь, чтобы было от души, стараюсь, чтобы вы почувствовали, что вы не одни со своими переживаниями. Когда я задалась этим вопросом, оказалось, что информации в интернете очень мало, и мне как раз таких роликов не хватало, поэтому я надеюсь, что это видео будет для вас полезным, и сможете тоже создать платье, которое будет вас вдохновлять. Подбирать референсы я начала еще летом, и это оказались вот такие варианты. Даже думала заказать платье просто из Китая, и его как-то доделать сама. Много у меня было мук, терзаний по этому поводу, и я пыталась понять, как будет лучше. Мне очень хотелось, чтобы первое платье было, ну, какое-то классное, красивое. Я не знаю, для меня это был как бы не на отвали первый раз, а наоборот, очень трепетный. Я никогда не представляла даже, как это должно смотреться на мне, и поэтому для меня это было очень полнительно в первый раз. Я думаю, что в следующий уже будет гораздо проще, когда ты примерно понимаешь хотя бы, как платье на тебе смотрится. Какой фасон тебе идет, какая юбка. И в целом вариант, который больше всего понравился мне, но я немножко сомневалась, тренер его подтвердил, и мне стало как-то легче. И как раз на тот момент я собралась. На следующий день написала Шрие, знакомой нашей семьи. Мы договорились, что будем работать. Она делала всю основу, и я потом должна была это все украсить как раз бриллиантиками, стрессиками. Первая задача была отправить все идеи ей. Мы встретились, пообщались, делала первые замеры, мы обсудили, как в целом я это вижу, что мы можем сделать. И начали искать ткань. К сожалению, той ткани, которая нужна была мне, на ее производстве мы не нашли. Поэтому я поехала в магазин тканей, и там подобрала как раз нужную. Долго я тоже не могла определиться, какую. Мы советами с семьей, с друзьями как-то пришли к общему решению. На тот момент швея уже подготовила черновой вариант, и наступила первая примерка. Был черный купальник с юбочкой. Так прикольно, потому что ты примеряешь вот этот образ фигуристки. Кстати, на этом этапе я планово снизила вес, о чем я предупреждала швею заранее. Поэтому нам пришлось сделать некоторые отправки по размерам купальника. А еще мы приняли решение немного сузить рисунок на спинке. Бусыта. Ее предложение было такое. Я примеряла, и если делать прям вот так, то получается очень много вот этого голубого. Я думала делать вот, типа, вот какую-то такую историю. Чтобы больше было вот именно синего такого, ну, точнее этого фиолетового. Немножко с темной такой цветом в основной части платья. И такой переход глазный. Мы обсудили все последние нюансы, и швея отправилась творить. А это уже я на первой примерке своего платья в цвете. Мне все очень понравилось, но был один нюанс. Изначально мы планировали два слоя юбки, но ткани не хватило. Мне показалось, что один слой слишком прозрачный. И решили докупить еще и доделать. На самом деле мне сложно было выбрать даже просто клей. Не то, что там стразы. Я даже не понимала, какого размера они должны быть. В итоге я пошла в магазин. И сначала посмотрела, какие размеры визуально оценила их на витринах. Как что блестит. Поняла, что цвет нужен. И нужны специальные АБ стразики, чтобы это все сверкало. Потому что цвет добавляет только глубину. И на самом деле их как таковых сильно не видно. Оказалось, заказать стразы на Велперес гораздо дешевле. Поэтому я и так и сделала. Долгий расклейки страз. Вот они ко мне пришли. Надеюсь, получится красиво. Я не залажаю. Сначала буду пробовать на такой клей. А потом еще и на специальный. Посмотрим, где лучше взяла кусочки, чтобы сначала просто опробовать. Жила я работать с суперклеем. Потому что девчонки мне сказали, что это самый верный вариант. Я очень переживала, что на специальном клею будет плохо держаться. И все у меня там подваливается во время выступления. Но на самом деле лучше, по моему опыту, взять как раз специальный клей. Потому что я начала с суперклеем, гелем. И немножечко там подпортила какие-то моментики. Хорошо, что это издалека не видно. Но работа была гораздо сложнее с ним. И клей на водной основе оказался гораздо-гораздо удобнее. Начала я со спинки. Выполнила первую часть. Было очень волнительно. Я боялась что-то испортить. Потом перешла вперед. И здесь уже попробовала даже пришивные камни приложить, как будут смотреться. Ночами, вечерами клеила эти стразы. Посмотрела сериальчик. Была рядом с семьей. Моя сестра тоже сильно мне помогала оценить, как что лучше приложить. Должно было выглядеть как-то относительно рандомно. Но если просто разбрасывать, это выглядит некрасиво. Поэтому нужно было какую-то структуру этих стразы тоже соблюсти. Также хотела отметить, что когда мы работаем со специальным клеем, то необходимо наносить его достаточное количество, чтобы прямо оставался такой белый ободочек вокруг стразники. Потом он исчезнет, когда клей высохнет. Еще хотела сказать, что стразы, которые были с прозрачным основанием, мне не очень понравились. И я, наверное, больше бы их не заказывала. Было сложно с рукавами, потому что я не знала, как сделать так, чтобы не скрепить их вместе. В итоге я взяла средства для волос и крем для тела. И это мне очень помогло. И хочу еще добавить, на самом деле, много блесток на рукава. Это уже в будущем, к следующим прокатам. И на платье тоже увеличится количество страз, потому что немножко все теряется. И вроде кажется, что много перебора, а на лед выходишь, и сверкает уже не так сильно. У меня осталось еще достаточно много страз. Но так как я планирую это делать, думаю, они пригодятся. Было прикольно попробовать прокататься в первый раз в платье. Официально поехала на лед. Было необычно, конечно. Мы просто репетируем. Завтра турнир. А, ну ладно, что это все бывает. Говорят, оркестры вызывать или нет? Ну и, наверное, к самому интересному. Сколько же все это стоило? Что касается ткани, первая закупка была 5500. Потом нужно было еще докупить ткань для юбки. Это еще плюс 2000. Плюс страза и клей вышли в районе 3000 рублей. Получается, только на материалы вышло где-то 10 тысяч рублей. Плюс отдельно оплачивалась работа швей. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Обязательно не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на этот канал на ютюбе. Я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...